Одной и той же площади. Но при этом их стороны не в очень большое количество раз отличаются. То есть, вот ситуация не такая, что вот у нас два промоя и одна площадь, да? А ситуация именно такая. Ну, скажем, если взять наибольшую сторону одного, наибольшую сторону другого, то они отличаются там не больше, чем в два раза. Давайте так. Задача. Покажите, как нужно разрезать один из них на кусочек, чтобы из этих кусочков сложить вторник. Повторяю. Имеются два прямоугольника одинаковой площади. Имеются два прямоугольника одинаковой площади. один прямоугольник ABCT, а другой прямоугольник AXYZ. Известно, что AB умножить на AD – это то же самое, что AX умножить на AD. Прямоугольники не сильно отличаются. Но точно так же. Если разделить наибольшую сторону одного на наибольшую сторону другого, то это отношение будет от одной второй до другого. Не сильно отличаются. Вопрос. Можете ли вы разрезать один из них на кусочки так, чтобы из этих кусочков можно было сложить вторник? Вообще, ребята, есть такая теорема, что когда, если у нас есть два многугольника одинаковой площади, то один он на разрезе, один из них на кусочек. И с другой стороны можно сложить вторник. Я прошу вас доказать эту теорему конкретной площади. Сюда, пожалуйста. Это, конечно, замечательно. Если бы мы знали в точности, вот по ответочкам так вот всегда, есть действительно такая задача, когда один прямугольник размером 4х9, а другой размером 6х6. И тогда такой вот штукой удается разрезать. Но, чтобы такой прием годился, нужно, чтобы мы точно знали размер. Важно понимать, что многие задачи, которые сейчас ставят в школе, в свое время были научными проблемами. Понимаете? И за них давали всякие научные звания. А сейчас, если не решишь стать наивная, наивная ты моя, ты думаешь, что все по клеточкам. И те, как и правда, бывают все по клеточкам. Есть это понятие «несоизмеримые отрезки». Например, диагональ квадрата и его сторона несоизмеримы. Невозможно при помощи одной и той же мерки однажды целые 100 раз почистить ту и ту. Все гораздо отличие. Решение будет сообщено. И на следующем случае. Как и странно достаточно одного обрезки. Достаточно соединить точку D с точкой Х. К сожалению, это нуждается в приказательстве, а именно, ребята, в приказательстве нуждается следующий факт. Оказывается, вот этот треугольник, оказывается, вот этот треугольник в точности такой же, как и был. Давайте я это вам сейчас, давайте я вам сейчас докажу, и докажу я это вам следующим образом. Оказывается, если соединишь точку Z с точкой B, то прямая dx параллельна прямой кишок. Прямая dx параллельна прямой Zb. Во-первых, нужно объяснить, почему из этого следует равенство вот этих треугольников. Как, впрочем, и равенство вот этих треугольников? Очень просто. Если у нас параллельный пример, то вот эта вот фигура параллельна. Потому что эти параллельны и эти тоже параллельны, а у параллелограммы противоположной стороны равны. Точно так же вот эта вот фигура, это тоже предназначено. Значит, мы получаем, что вот этот отрезочек равен этому, этот равен этому. Ну, и, по-моему, теперь более-менее все понятно. Смотрите, ведь у нас этот равен этому, а сет Y равен 2 минусу. Значит, вот этот отрезок обязательно равен вот этому. И получается, что вот этот треугольник, он с точностью такой же, как этот. Точно так же смотрим, вот этот отрезок равен этому, а этот отрезок, это вот с эблиминусой. Ну, в общем, господа, смотрите, A, B, C, D состоит из вот такого вот пятиугольника, такого треугольника и такого треугольника. И A, Y, Z тоже состоит из маленького треугольника, из того же самого пятиугольника и из такого треугольника. Для завершения решения задачи осталось только понять, почему же D, X параллельно отрезок. А вот почему. У нас нужно просто проверить, нужно проверить, что для доказательства параллельности. Нужно проверить, что когда А, Z делишь на А, B, когда А, Z делишь на А, B, это, да, вот, данность вот этого угла, того же центра параллельности, да, то получаешь то же самое, что А, D деленное на А, X. Это мы должны проверить, А, D деленное на А, X. Ну, господа, если А, X сюда поднять, то будет А, Z умножить на А, X. Если А, B сюда поднять, то будет А, D умножить на А, B. Это в точности. Вот это равенство, в точности, равносильно на это. Ну, а это равенство, равносильно на равенство. Значит, задачу для решения.